А ведь действительно обеспечение безопасности государства в том числе и задача каждого из нас. Если вдуматься, любые попытки дестабилизировать ситуацию в любой практически стране начинались и сопровождались пренебрежением к истории, разрушением памятников и памяти. Мы конечно не пытаемся провести параллели, но сегодня, когда падают памятники советских времен в соседних государствах, рушатся храмы в Пальмире, да целые города в Сирии, говорят, это война против истории. Сегодня мы, белорусы, просим лишь одного – уважения к нашей памяти, к нашим дедам. Дрифт на Площади Победы – очень странный поступок, тем более для белоруса-менчанина, взрослого, сознательного мужчины, который хоть немного знает историю Великой Отечественной войны. И явно понимает смысл, который несет мемориал памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. И в центре Минска. Но, несмотря на это, мужчина за рулем своего автомобиля заехал на площадку у Вечного огня. Машина под его управлением ушла в занос три круга вокруг оси, прямо возле Вечного огня. Этот дрифт на видео снимал приятель автомобилиста. Произошло это ночью. Естественно, происходящее заметили милиционеры. Водитель попытался скрыться безуспешно. Ответить придется по полной программе. За хулиганство, потом осквернение памяти. И это не считая набора нарушений по линии ГАИ. Его уже лишили прав на полтора года, а штрафовали на 630 рублей. Наказанный приятель, тот, что снимал на видео. И хотя правоохранители считают, что он соучастник, и поступок был тщательно спланирован, он оплатит лишь штраф за нарушение ПДД. Переход дороги в неположенном месте дважды. Прошло время. Человек подумал, может, осознал, что сделал. Даже извинился перед белорусами и, главное, ветеранами. Сейчас ему стыдно, но это сейчас. Главный эфир спросил у белорусов, у минчан, что для них значит это место, площадь Победы. И почему следы от протектора шин у обелиска, у четырех венков, символов четырех фронтов, отпечатались у многих в душе, как катком проехался. Обратите внимание на вот это видео. Молодой человек на своем Мерседесе дрифтует прямо у обелиска Победы. Очень плохо поступает. Я против этого. Как вы считаете, каким должно быть наказание за такие действия? Ну, минимум штраф, а максимум, наверное, лишение свободы. Ну, надо таких людей наказывать по всей строгости. Штраф, лишение свободы? И то, и другое. Вандализм, я считаю. Я считаю, он должен быть наказан. Ну, что-нибудь тюрьма, это как бы, я считаю, достойно будет наказание. Надо строго за это наказывать. По максимуму, сколько ему смогут дать, столько и должны, потому что нельзя сквернять память.